Аномальный холод сменится на аномальную жару. Вся следующая неделя будет на редкой знойной, а в среду, возможно, гроза. Это новости на ТНТ. В студии Екатерина Кравцова и мы начинаем. Приплыли в Перми лодка, врезалась в причал. Большой ремонт. Усольские дороги приведут в порядок. Улицу свободную мы проехали, видели, уже работы ведутся, асфальт снят. Значит, завтра будет выложен асфальт. Клиптоманы среди нас, что чаще всего не прочь прихватить пациенты больниц. Очень пользуются спросом электронные термометры. Об этом и не только. Смотрите сегодня в выпуске. К сожалению, хорошая погода часто приносит плохие новости с воды. В сети сегодня появились кадры страшной аварии на речном вокзале Перми. На них видно, как моторная лодка на большой скорости врезается в причал полный людей. Накануне днем двое пермяков плыли на моторной лодке. Из-за неисправности двигателя судно потеряло управление и повернуло к берегу. Мужчины на ходу выпрыгнули, а лодка врезалась в причал. Один человек утонул. На берегу никто не пострадал. У нас же в городе ситуация сложилась куда лучше. Спасатели отчитались. На воде никаких происшествий не случилось. Хотя отдыхающих было пруд пруди. Не надо лезть в воду пьяным, не надо скакать, не зная, где что находится. То есть я имею в виду прыгать, нырять в этом плане. Ну и когда компания все-таки, чтобы как-то друг за другом наблюдали. А то, что касается детей, чтобы детей не оставляли без присмотра. Для нашей с вами безопасности сотрудники ВОСВОД ежедневно дежурят на Акамских заливах. У Первого пруда и в районе судоходного канала. Тише едешь, все ямы объедешь. Лето – это время отдыха, но не для всех. В Усолье начались масштабные работы по укладке асфальта. О том, когда у работников дорожных служб должны завершиться каникулы строгого режима в нашем следующем сюжете. Ну вот здесь хочешь, не хочешь, заедешь в яму, видишь, по всей дороге. С нашим водителем такси согласятся все без исключения жители Усолья. Каждый день таксисты, скрепя зубами, берут заявки из района. Ведь знают, придется здорово потрепать свою ласточку. Между тем, сами жители каждый день прыгают. Но нет радости от того, что дорога здесь как культурное наследие со времен Великой Отечественной. Как? Нет, одно время-то делали ремонтики. Нормально было. Ну, чуть-чуть тогда. Безобразные. Совершенно. Дорог просто нет. Уходит снег, уходит асфальт. Причем уже много лет подряд. Ну, как сказать, прямо или как? Как есть. Дорог-то вообще нет направления. Одни ямы. Очень плохие дороги. Отвратительные, можно сказать. И еще нужно сделать дорогу до Орла. Обязательно нужно сделать. Желают лучшего. Все дороги у нас плохие. Уже дороги давно. В неудовлетворительном состоянии. Я вот сейчас еду и гляжу, что вроде как ремонт начали. В конце той недели лед тронулся. По свободе сняли верхний слой асфальта. Десятки сияющих дыр в дорожном полотне подготовили к ямочному ремонту. Ну, у нас на территории Усовского муниципального района в этом году на ремонт муниципальных дорог выделено 32 миллиона областных средств. И наша доля в общей сложности больше 40 миллионов. Улицу Свободу мы проехали, видели, уже работы ведутся. Асфальт снят. Значит, завтра будет выложен асфальт положен уже. Кроме центральной улицы Свободы, отремонтируют объездную по Ивачево и частично улицу 8 марта. Праздничные гуляния по случаю нового асфальта будут и у жителей села Пыскар. Радость постигнет и тех, кто будет проезжать мимо Черного озера. Эту часть дороги, ведущую в Орел, тоже залатают. По словам чиновников, если погода не вмешается в грандиозные планы, все работы завершатся к 1 сентября. Получат ли дорожные службы высший балл или же останутся на второй год, решат сами жители. Михаил Бондарев, Станислав Атаманов. Новости на ТНТ. Тема качества усольских дорог столь же избита, как и сами дороги. Но теперь для решения этой и других проблем у Сольского района появились новые возможности. В конце прошлой недели на заседании законодательного собрания Пермского края обсуждался вопрос о преобразовании Усольского района и Березняков в единый муниципалитет. Уважаемые коллеги, рассматривается вопрос номер 0-2. Вопрос объединения Усольского района и города Березняки в единый муниципалитет оказался настолько значимым, что его рассмотрение было включено в первые строчки повестки дня заседания краевого парламента. Ключевые цели принятия нового закона озвучил руководитель финансово-бюджетной комиссии Березняковской гордумы. Упростить систему муниципального управления, сделать ее более понятной для населения, обеспечить эффективное решение наиболее значимых задач, а также снизить расходы на содержание аппарата муниципального управления и повысить ответственность руководителя органа местного управления, наделив его соответствующими ресурсами. К слову, процесс объединения начался уже давно. На правом берегу Камы разрастается Любимов, новый микрорайон Березняков. Это дает большие перспективы развития города, но и здесь разрозненность территорий ставила административные препоны, ведь путь к новостройкам лежал через земли другого муниципалитета. Эта дорога оставляет желать лучшего красного. Пришла весна, и там тоже яма на яме. И сегодня мы пытаемся изыскивать средства, а когда мы обращаемся, а может Березняки помогут, и помогли бы, то не имеют права. Не целевое использование средств, потому что каждый кусочек дороги сегодня кому-то относится, и только тот муниципалитет может деньги туда завести. На публичных слушаниях, предшествовавших внесению законопроекта по объединению территорий в законодательное собрание, было высказано немало мнений. И большинство участников обсуждения поддержали создание единого муниципалитета. Представители нашего округа в краевом парламенте считают такое решение закономерным. Это решение не вызывает никаких проблем. Оно бесспорно и однозначно улучшит состояние вообще уровня жизни самого бывшего Усольского района и города Березняки. То есть это будет развитие единой системы именно на большой территории северо-пемского края. Административное слияние Усольского района с городом Березняки позволит эффективнее решать наболевшие проблемы развития объединенной территории, в том числе и транспортной. Причем не только внутри муниципалитета, но и за его пределами, считают законотворцы. Сейчас другие основные проекты, которые важны для территории нового городского округа, тоже пойдут в лучшем ключе. Это и дорога на Соликамск, в которой сейчас, мы знаем, четвертый этап заканчивается, и все должно быть закончено в 2021 году. И это очень большое дело, поскольку это будет уже объединенная агломерация с Соликамском. Это очень важно. Реконструкция дороги Березняки-Соликамск также обсуждалась в ходе заседания законодательного собрания. В докладе министра транспорта эта стройка была включена в число крупнейших инвестиционных проектов автодорожного строительства, к тому же активно реализуемых. Реконструкция автодороги Березняки-Соликамск, объект порядка 1 миллиарда рублей, компания «Химспецстрой», идет с опережением графика. И есть основания полагать, что в этом году, не в 2019, в этом году мы уже получим четыре полосы движения на этом участке. Инициаторы объединения Березняков и Усольского района выступили с предложением не затягивать с решением вопроса и рассмотреть проект закона сразу в двух чтениях. Краевые парламентарии поддержали эту идею единогласным одобрением. Дмитрий Сидельцев, Степан Некрасов. Новости на ТНТ. Желание помогать, бескорыстие, ответственность и позитивный настрой к жизни. Именно такими качествами должен обладать каждый медицинский работник, рассказывает Элевтина Плотникова. Победитель регионального этапа «Врач года» 2018. О титуле лучшего в Прикаме узнала в свой профессиональный праздник. Надо любить свою работу, надо любить больных, чтобы они видели, что вы вот как у меня так и есть, что вы с любовью, с удовольствием я работаю. Вот я сейчас, мне уже возраст приличный и стаж работы большой, но я до сих пор хожу на работу с удовольствием. Помимо денежного приза победители получили особую награду на грудной знак из драгоценного металла, стилизованное изображением белого цветка. Белый цветок стал символом милосердия еще в 19 веке в Европе. Тогда благотворительную акцию проводили многие общественные организации. Позже эту инициативу поддержал Царский дом Романовых. Сегодня награда считается одной из значимых в медицинском сообществе. Стоматологи, хирурги, ортопеды, педиатры. За победу в 28 номинациях боролись 340 медицинских работников из разных муниципалитетов Прикаме. В торжественной церемонии участие принял также губернатор Прикаме Максим Решетников. Задача власти сделать так, чтобы вы лечили не вопреки, а благодаря. Благодаря тому, что созданы нормальные условия, благодаря тому, что есть достойная заработная плата, благодаря тому, что есть мотивация и на работе все силы уходят только на одно. Как вылечить человека? Победители будут представлять Пермский край на федеральном уровне. Финал Всероссийского конкурса «Врач года» состоится уже в этом году. Руслан Репелев, Евгений Гилев, телекомпания «Ветта». И в продолжение медицинской темы. Куда пропадают градусники и постельное белье из Березняковских больниц? Оказывается, это дело рук благодарных пациентов, что уносят домой все, что плохо лежит. Неопровержимый факт, но вместе с больничным листом пациенты порой не забывают прихватить с собой и имущество больницы. Большим спросом пользуются постельное белье и бахилы. Больше всего пациенты Березняковских больниц присваивают себе бахилы, выносят туалетную бумагу, отрывают крючки из тех же туалетов. Врачи говорят, что был случай, когда кто-то украл сливной механизм от унитаза. Еще пациенты любят цветы в горшках, мыло и сантехнику. Взять, что плохо лежит. Наверное, этим правилом руководствуются некоторые пациенты. К примеру, врачи Березняковского роддома хватаются за голову, когда в очередной раз недосчитываются пеленок для малышей. Возможно, в попыхах, но не исключено, что и нарочно мамочки кладут пеленки в сумку и увозят домой. Аналогичная ситуация и в детской поликлинике в Усольском. Вместе с пеленками уходят и градусники. К слову, возмещать потери приходится медсестрам, которые находились на смене и в очередной раз недосчитались чего-либо. Регулярно из отделений стационара уходят такие средства ухода, как паильники, утки, даже судно уносят. Очень пользуются спросом электронные термометры. И, унося с собой вот это домой, пациенты и их родственники не задумываются о том, что в какую ситуацию они ставят сотрудников, то есть медицинских сестер и следующих пациентов, которые сегодня же лягут на эту койку. То есть мы не можем сегодня же приобрести новые градусники, судно, утки. Пройдет два месяца, прежде чем эти изделия появятся. Статья расходов на бытовые и хозяйственные нужды, безусловно, в Березняковской больнице есть. Но бюджет, стоит сказать, не резиновый. Врачи призывают к совести пациентов остановить себя, если вдруг зачесались руки, прихватить имущество больницы. Также медики просят бережнее относиться и к мебели, не ломать ее, не рисовать на кроватях, а также не портить стены и не бросать в унитаз то, что не смывается. И всегда помнить о том, что своими поступками они вредят и персоналу больницы, и таким же пациентам, как и они. Екатерина Кравцова, Степан Некрасов, новости на ТНТ. В Уссуле прошли соревнования Строгановская регата 2018. Жаркая погода и штиль не помешали парусам все-таки поймать попутный ветер. Здесь собрались сильнейшие мастера из Пермского края и не только. Чьи яхты пришли к финишу первыми, расскажет наш корреспондент Кирилл Мурин. Чтобы удержаться на плаву, следует держать нос по ветру в прямом и переносном смысле. Самые юные спортсмены резали килем волну в классе яхт-оптимист. Класс кадет завораживал всех впереди идущим спинакером или, проще говоря, парашютом. А вот участники постарше удивляли всех в своем классе луч самым высоким парусом. Ну, участвует у нас в этой регате несколько меньше, чем, допустим, в прошлом году, потому что мы тоже судили соревнования здесь. Значит, 4 луча, 10 оптимистов и 2 кадета. Представляют в основном, конечно, пермские ребята участвуют в регате, но и есть гости, значит, вот из Целикамска и Екатеринбурга. Соревнования проходят по классификации. Судьи на воде, находясь в катерах, оценивали технику управления и скорость прохождения трассы. Капитаны яхт-оптимисты «Луч» ловили парусами ветер в одиночном разряде, кадеты в парном. Анастасия Столярова приехала к нам из Перми выступить от своего парусного клуба «Кабельщик». Соревнуешься, мне нравится это то, что... Я не знаю, как объяснить. А ну, это прикольно. Первый день соревнований о штиле, так называемом, затенении не было и речи. А вот во второй день ветра практически не было. Настоящее мастерство научиться ловить ветер так, чтобы судно ни на секунду не останавливалось. Вот и участники соревнований с легкостью справились с этой задачей. Усолье – это ряд островов, образованных старицами Камы и многочисленными озерами. Жизнь Усолье целиком сориентирована на реку. Поэтому местом проведения фестиваля «Строгановская регата» на приз баронессы Строгановой безоговорочно стал именно этот город на воде. Поймали попутный ветер вместе с участниками. Кирилл Мурин, Степан Некрасов. Новости на ТНТ. В выходные прошел первый этап чемпионата края по дрэк-рейсингу. Многие не поленились приехать на Березняковский аэродром, чтобы стать свидетелями зрелищных гонок. Самые увлекательные заезды в репортаже Сергея Калейника. Рев моторов давит на барабанные перепонки. Эмоции из стрелки спидометров зашкаливают. Самые быстрые машины успевают всего за 402 метра разогнаться до 220 км в час. Бешеные скорости даются нелегко. Самое главное – это правильно подготовить автомобиль. Только посмотрите. На старте «Мерседес». Под его капотом 500 с лишним лошадиных сил против «Лады» 14-й модели. 14-й оказалось не из робких. Такое возможно только здесь. Пилот должен вовремя стартануть и переключить передачу. Это еще один из секретов настоящих чемпионов. А как вам эта «Шкода Октавия»? С виду самое простое авто. Но у него полный привод, турбина, доработанная коробка. Это позволяет разгоняться до 100 км в час менее чем за 4 секунды. Это просто пришло само собой. Видимо, в детстве я не наигрался. Поэтому сам это все постепенно как бы зарабатывал. Ну, ребята, конечно, помогали. Ну и все, соответственно. Игра уже на результат. Сам видите, к чему приводит. Удивлены показателями «Шкоды»? Тогда что с вами произойдет после этого? Две «Тойоты Кресты». Одна из Екатеринбурга, вторая из Челябинска. Машины выходят в финал, оставляя далеко позади всех участников. Побеждает пилот Михаил из Челябинска. Единственное, что не удалось гостю, проехать быстрее, чем за 10 секунд и установить новый рекорд трассы. Это была, в принципе, авантюра чистой воды. 730 км в один конец. Не, на самом деле, конечно, довольны. То есть задачу почти полностью выполняли. Чтобы все хорошо, и все эти невзгоды как бы вернут. Не у всех прошло все так гладко. На правой дорожке спортсмены с Перми. Николай собирает свой болид 2 года. В прошлом занял третье место. К сожалению, в этот раз без происшествий не обошлось. Разорвало коробку. Тут нету ничего такого расстройства. Починим, соберем, купим новое столово, приедем. Ничего страшного. 37 экипажей приехали поучаствовать на первый в этом году краевой этап гонок по прямой. География, как всегда, не ограничивается Пермским краем. Пилоты показали свое мастерство, порадовав зрителей и организаторов. Уликательные заезды, наверное, все. Тут, наверное, уже сложилось такое мнение о любимчиках. То есть, есть, конечно, автомобили, которые новые еще не были. Очень хорошие, достойные, действительно, аппараты. 8 лет подряд Березенковский аэропорт собирает любителей быстрой езды и прокачанных автомобилей. Второй этап планируют провести уже 7 июля. Так что у Михаила еще будут шансы побить рекорд трассы. К слову, любимец публики Юрий Сажин на своем зазирате не приехал на соревнования. Не успел подготовить авто, но его ждут на втором этапе. 11 августа здесь пройдет еще и чемпионат Приволжского федерального округа. Будет жарко, обещают организаторы. Сергей Каленик, Степан Никрасов. Новости на ТНТ. Делайте новости вместе с нами. Снимайте эксклюзивное видео городских происшествий или интересных событий. Присылайте нам и становитесь мобильным репортером программы новости на ТНТ. Мы ждем ваших сообщений на электронную почту tnt.newssobacamail.ru или по телефону 26 28 17. Автора лучшей новости недели мы отметим сертификатом номиналом в 1000 рублей от суши-бара. И это все, о чем мы успели вам сегодня рассказать. Впереди еще прогноз погоды. Я же с вами прощаюсь. В студии была Екатерина Кравцова. Всего доброго и успешной рабочей недели. Аккуратнее с кондиционерами. Не простудитесь. Аккуратнее с Наридом. Наамни, palate, тал Boomstu. Аккуратнее с антистогр��.